Решили мы протестировать СКАД МАК 148 километров Едем мы сейчас на север, нам нужно в Вологду МКАД стоит местами, выезд на МКАД стоит И решили объехать по СКАДу, получается на 60 километров дольше Но по времени быстрее Вот так вот выглядит съезд на СКАД с М4 Рядышком вот видно у нас проходит старая бетонка А107 Там график, ой, там график плотный Здесь две полосы у нас сейчас в одну сторону, две полосы в другую Но идем хорошо 110 километров в час сейчас Почти 109 Съезды на аэропорт здесь Навигация, в принципе, хорошая А вот участки идут 70 километров в час, 60 километров в час Ну да, что-то еще, видимо, доделывают Ну, в принципе, движение открыто Ну, к вопросу о состоянии платной дороги Можно было почистить получше или нет? Ну, что вам бы сказать Движение есть Машины поехали под СКАД Если бы мы сейчас поехали через СКАД, мы бы, конечно, стояли в пробке Я думаю, стояли бы в пробке точно больше, чем полчаса И, скорее всего, больше часа Мы рассчитываем сэкономить По оплате Как видите, процесс строительства продолжается Строют какие-то развязки Опоры ставят И так в нескольких местах Теперь, что касается оплаты Если у вас есть транспондер У нас он есть То оплата получается дешевле Там, по-моему, на 50% Оплата осуществляется автоматически Когда вы съезжаете с какой-то дороги на СКАД И выезжаете с СКАД Соответственно, на другую дорогу Где-то здесь установлены рамки И автоматически все это дело фиксируется Если вы едете без транспондера То нужно купить разовый билет на сайте Автодор платной дороги Либо потом, после проезда, в течение 5 дней Оплатить за должность Задолженность фиксируется по номеру автомобиля Нужно заходить Сам я пока этим не пользовался Можете попробовать проверить И оплата будет уже по другим тарифам Там гораздо дороже Ну, вот здесь вот ограничение 50 км в час было Установка шумовых экранов Ну, так, в принципе, 110 км Это по такой дороге Хорошо Сейчас, наверное, не стоит Полностью выбирать здесь максимально скоростный режим Погодные условия тоже нужно учитывать В целом, поездка пока комфортная Еще один важный момент Он касается ЦКАД Он касается всех новых дорог Практически, которые построили На трассе нету заправок Ну, либо их очень мало Мы пока ни одной не видели Поэтому, когда вы езжаете на ЦКАД Или на трассу Таврида, например Всегда имейте с собой запас топлива Ну, вот ЦКАД И рядом у нас параллельно идет бетонка Бетонка поуже И машина там побольше Надо сказать, что зона отдыха есть Сейчас даже через одну специально проедем Специально для видео Ну, вот как-то так выглядит Даже туалеты поставили Ага, мобильный пункт продажи транспондеров Ну, че, в принципе В принципе, неплохо И вновь выезжаем на трассу Напоминаю, здесь разрешенная скорость 110 км в час Сейчас повернится не другое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, мы проехали сейчас по складу И выезжаем на Ярославское шоссе На трассе 8 И дальше поедем на север Вот, почти выехали Трафик там, конечно, гораздо ожемливее, чем здесь Ну, все основные пробки Мы объехали И сейчас я попробую даже посчитать Скажу, сколько это все это стоило Впереди красивая табличка такая Конец платного участка дороги Счастливого пути Счастливого пути Мужчина, ну что же ты делаешь? Теперь о том, сколько все это стоило Мы проехали от М4 до М8 Коцкадо Заняло это у нас примерно полтора часа Мы объехали кучу пробок И заплатили 338 рублей 75 копеек Мы ехали с транспондером Без транспондера умножайте на 2 То есть это получится примерно рублей 700 Вот Дорого это или дешево? Но решать вам У всех свои понятия На 90 Вот, напишите в комментариях, что думаете об этом А мы уже едем по Ярославскому шоссе Наша сегодняшняя цель это Вологда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова